Ну смотрите, что тут происходит. Ползает... Ползает, короче, муха-насекомая. Всем фуд-салют! С вами я, Александр Жучкин, путеводитель в мир вкусной еды. И этот выпуск я снимаю не просто так. Сзади меня находится кетчап-бургер, в котором меня чуть не убили. Я сейчас не преувеличиваю, и чуть позже вы поймёте, что произошло на самом деле. Все, кто не подписан на мой инстаграм, вы на самом деле делаете большую ошибку, потому что мой инстаграм считается одним из самых лучших инстаграмов в России, по моему мнению. В общем, подписывайтесь, там у меня свежие новости. Ну а буквально через пару секунд вы узнаете, что же на самом деле произошло. Энгельса 124. Ресторан кетчап-бургер. И сзади меня находится то самое место, на котором я сидел. И как бы это, наверное, громко не звучало, но меня здесь вот практически чуть не убили. Сейчас я расскажу, как это произошло. Сюда я пришёл отметить день рождения. Я весь на веселе. Праздник. Кетчап-бургер – это одно из таких самых нормальных мест в районе Озерков. Сказал себе бургер, ещё куча разной еды. И, собственно, был в ожидании и предвкушении этого бургера. И вот мне принесли бургер, я его ем. Причём бургер был более-менее нормальный по вкусу. И вот доедая уже последний кусочек, я надкусываю его передними зубами и понимаю, что мне что-то очень сильно прям упирается в передние зубы. То есть, ну, как мы обычно все жуём, да? Очень сильно, не обращая на это внимания, пытаемся перемолоть еду. И вот, прикиньте, последний укус. Я кусаю его вот так вот. И тут резко, короче, упираюсь зубами во что-то острое, твёрдое. Я выплёвываю всё на стол и вижу, что просто перед моими глазами находится вот такая вот шпага от бургера. И самый прикол в том, что вот этот кусочек шпажки, он не был от той шпажки, которая воткнута была в бургер, который мне принесли. Это совершенно другая шпага от другого бургера. И я понятия не имею, как она там оказалась. Вам может показаться, типа, ну чё, чувак, ты чё, лошара, что ли, тебе попалась там какая-то шпага от бургера. И ты тут такую панику устраиваешь, чуваки. И это, на самом деле, один из первых таких вот, наверное, случаев, когда я прям очень сильно испугался. Потому что то, что я увидел, это действительно стрёмно. Когда ты видишь перед собой такую острую длинную хрень и понимаешь, что если бы ты её проглотил, непонятно, что бы было. Конечно, может быть, я не умер. Конечно, может быть, ничего бы не произошло. Но могло произойти, что она мне бы уперлась в горло или осталась бы в желудке или ещё что-то в этом духе. И поэтому мне сейчас, ну, очередной раз сложно пересказывать эту историю. Но вот такая вот ситуация произошла. Что случилось дальше? Я связался с кетчап-бургером, объяснил всю им ситуацию. И ничего не произошло. Представляете? То есть, ну, ситуация достаточно такая патовая. У тебя в ресторане чувак чуть не подавился зубочисткой, и они ничего, собственно, не делают. Но меня, естественно, это разозлило. Я написал пост в Инстаграме. Кстати, если не подписан на мой Инстаграм, обязательно подпишитесь. Я написал пост. Макс Брандт меня поддержал. Максанец, спасибо тебе за это большое. И ничего не произошло. То есть, кетчап вообще им пофиг было. Они никак не отреагировали. Меня опять же тоже разозлило. И, в общем, я решил позвонить в центральный офис и рассказать всю историю, которая произошла. Они очень сильно извинялись. Они говорили, что да, это всё очень плохо и это неправильно, так не должно быть. Я сказал, окей, хорошо, я готов услышать от вас ваши предложения. Они обещали мне перезвонить через два дня. Через два дня они мне не перезвонили. Я им сам перезвонил через три дня. На что они мне сказали, что да, мы готовы принести вам свои извинения и предлагаем вам 5000 рублей депозитов в нашем ресторане. На что я им сказал, что, ребят, ну, типа, это как-то очень смешно. Ну, 5000 рублей за то, что у вас чувак чуть не откинулся в рейстике, это как бы ерунда. Я им предложил свои условия. Я говорю, я приду с друзьями, мы у вас посидим. Обозначил сумму, на которой мы посидим. И говорю, вот, типа, вот так, таким образом мне будет легче. По крайней мере, вы сгладите какое-то недовольство во мне. На что они сказали, нет, чувак, короче, мы тебе на такие уступки не пойдём, ничего не будем делать. Вот 5000 рублей, хочешь ешь, хочешь не ешь. Ну, я в свою очередь думаю, наверное, стоит отказываться. А потом вспомнил, что я же с недавних времён фудблогер. И поэтому, друзья, сегодня я покажу вам, что можно вкусного поесть в петчап-бургере на 5000 рублей. И заодно узнаем, попадётся ли нам сегодня вот эта вот шпажка в бургере. Много всего сказал, не буду долго тянуть. И прямо сейчас мы будем с вами заказывать еду. Все, кто знает меня близко, знают, что моё второе имя окрошка на квасе. Я чокнутый фанатик окрошки на квасе. Я ем её и зимой, и весной, и летом. Для меня, знаете, окрошка – это не сезонное блюдо. Для меня окрошка – это всесезонное блюдо. И я, знаете, чисто вот клянусь вам, я про по окрошке. Я её готовил сам, ел во многих ресторанах. То есть мой рот заточен на окрошку. Ну, что я могу сказать, глядя на эту окрошку? Я вот на самом деле в окрошке не люблю яйцо. Мне кажется, окрошка от яйца не становится вкуснее. Ну что, дамы и господа, сейчас будет первая ложечка. И попробуем пока что просто без ингредиентов. Пахнет неплохим квасом. Теперь немного о минусах. Очень мало колбасы, очень много редиски. Она прям такая, чуть горчит, но прям не очень вкусно. Когда эта окрошка стоит 290 рублей, ты такой думаешь, ну, вроде цена адекватная, наверное, будет супер вкусно, и ингредиентов будет достаточно много. Ну, вот сами посмотрите. Колбасы здесь, ну, очень мало. В основном тут зелень и, собственно, картошечки чуть-чуть. Ну, в целом, окрошка могла бы быть и повкуснее. То есть, придя сюда еще раз, а я сюда больше не приду, я никогда ее не закажу. Подача сметаны, ну, более-менее прикольной такой таре. Давайте двигаемся дальше. Дальше у нас Филадельфия. Роллы Филадельфия. Ну, что, друзья, я надеюсь, сегодня мне делают так же, как и всем остальным гостям. И было бы странно, если бы они мне делали хорошо, и я это показываю на видео, и вы приходите после этого обзора в кетчап-бургер, а вам он приносит, знаете, какую-нибудь труху. Ну, это было бы странно. Поэтому, друзья, в их же интересах сделать мне так же, как и вам. Ну, что, давайте вот посмотрим на эти роллы. Первое, что больше всего меня смущает, это качество рыбы. Вот эти вот белые прожилки, ну, так скажем, они не очень симпатичны. И рыба, ну, вы видите, какого цвета. Она оставляет на себе, ну, видите, она какая-то прям очень мягкая. Выглядит она максимально странно. Не сказать, что плохо, я этого не говорю, но прям как-то не очень красиво. Кусочки нарезаны максимально неаккуратно. Я вам честно говорю, не пытаюсь как-то занизить качество или как-то их унизить, но рыба не очень вкусно пахнет. Ну, опять же, покажи вот здесь вот. Посмотрите. Ну, вы видите, да, что рыба, ну, не сказать, что прям какая-то прям супер качественная. Что касается самой начинки. Мы видим здесь сыр Филадельфия. Не сказать, что его очень много, да и в целом не сказать, что роллы прям какие-то большие. Ну, вы видите, да, их качество этих роллов. Ну, желает оставлять лучшего. Ну, что, давайте попробуем. Говорю как на духу. Очень сухо сыр Филадельфия. Обычно, когда, например, ну, смотрите, я сравниваю все с вкусными сушками. Для меня все-таки это эталон. Там, когда ты ешь Филадельфию, у тебя и рыба сочная, и рис не сухой, и Филадельфия такая супер нежная. Здесь же ты, знаешь, все съел, как будто, как будто один такой комок риса. Давайте попробуем смочить это все в соловый соус. Ну, сухо, очень сухо. Прям ты для того, чтобы нормально поесть, ты прям прорываешься сквозь этот рис, и рыба все-таки. Ну, рыба не очень вкусная, к сожалению. То есть, это не совсем какая-то жесть, там, из суши вока. Ну, и не сказать, что это прямо что-то сверхъестественное и супер вкусное. Переходим к лимонаду. Лимонад Манго Каламанси. Стоит 560 рублей, объем 900 миллилитров. Ну, что, выглядит симпатично. Интересный кувшин, нестандартный. Сюда так хорошо помещается сеточка. Обычно она в других местах болтается. Здесь же все более-менее адекватно. Запах очень сильного вкусного спелого манго. А вот на вкус, конечно, водянистого. Но неплохой лимонад. За 560 рублей, 900 миллилитров цена невысокая, если честно. С учетом того, что рестораны зарабатывают на лимонадах, там, нереально большие суммы. Это единственный способ. Ну, один из единственных, это заработать деньги, это заработать их на лимонаде. Спасибо большое моему другу Максу Бранду за то, что он такой умный и рассказывает мне такие секреты. Что касается самого лимонада. Лимонад реально неплохой. Вот здесь вот не стоит докапываться. Это вкусный, реально манго чувствуется, освежающий. Тут мы видим дольки лайма плавают. Лимонад хороший, цена хорошая. Его я порекомендовать могу. Поэтому перейдем к нашему большому суперзаказу. Ну что, друзья, представляю вам луизиана стайл. Лангустины, кальмары, мидии, копченые колбаски, кукуруза, картофель и яйцо, тушеные в соусе. Единственное, что меня смущает в этом блюде, это сосиски. Стоимость этого блюда 2000 рублей. Два лангустина. У них снята, как мы видим, голова, передняя часть. Хлеб такой поджаренный. Пахнет достаточно вкусно. Мидия. Ракушка сама большая, сама мидия, ну, не сказать, что прям гигантская. Но размер неплохой. Далее. Бэйби картофель. Все на самом деле горячее, обжигающие руки. Бэйби картофель тоже нормально. Видим, тут у нас лимончик. Ну и все, тут сосиски у нас. Ну, я реально в шоке от того, что зачем сосиски в таком блюде. Колбаски и сосиски, я не понимаю. И кукуруза. Ну что, я предлагаю не тянуть и начать прямо, короче, вот с этой вот. Для меня это все креветки, ребят. Если вы там отличаете лангустинов от креветок или там кальмаров от динозавров, тогда вы большие молодцы. Я вообще. Для меня все это морские гады. Ну что, креветочка. Пахнет приятно. На ощупь нежная. Какая же она будет на вкус, мы узнаем буквально через пару секунд. Это как девчонка в тиндере. Смотришь фотографии, симпатичная. Встречаешься в жизни, блин, что-то не то. То же самое вот с этими вот лангустинами. Выглядит симпатично. Вроде бы на ощупь нежная. А вот на вкус горчат. Я уверен, что многие понимают, что значит, когда горчат креветки. Вот здесь вот именно тот случай. Это плато стоит 2000 рублей. И, конечно, пока что оно не оправдывает свою цену. Ну что, перейдем к нашим мидиям. Мидии хорошие, жуются отлично. Консистенция мидий такая, как и должна быть. Мидии прям хорошие, к ним не докопаться. Попробуем бэби картофель. Он тоже прям такой нежный. Бэби картофель неплохой. Самое главное, он не хрустит внутри. Он хорошо проварен. Но, блин, а что, за картошкой сюда пришел, что ли, да? Я пришелся за кальмарами, за лангустинами. Давайте мне их, короче. Да и побольше. Добрались мы до колбасок. Для кого-то это сосиски. Для кого-то это полусосиска. И в таком духе. Ну что, давайте попробуем. Охотничьи колбаски. Самые настоящие. Видим внутри прослоечку жира. Когда ты их надкусываешь, вот они, знаете, так лопаются, и вся сочность попадает тебе прямо в рот. Сосиски и колбаски. Здесь хорошие. Единственное, что подкачало, это у нас, конечно, хедлайнеры лангустины. Ну, я понимаю, что это морепродукт. Эта тема такая, знаете. Ну, я думаю, что здесь не часто ее заказывают. И люди сюда приходят больше, наверное, за бургерами. Но, опять же, если у вас это представлено в меню, и стоит это достаточно дорого, то, ну, давайте сделаем так, чтобы это было вкусно. Я сейчас еще раз попробую. И всю эту тему я заем хлебом. Потому что хлеб здесь, на самом деле, один из важнейших ингредиентов, которые подчеркивают вкус соуса. Потому что этот хлеб мы будем макать соусом. Давайте попробуем еще раз, еще дадим один шанс. Это уже получше. Но все равно послевкусие, знаете, такой, какой-то полежавший креветки. А вот хлебушек, ребята, здесь прям хороший. Хрустит как надо. И этот хлебушек мы сейчас помакаем в этот супер, я надеюсь, супер вкусный соус. Из всего, что здесь представлено, мне больше всего зашел хлеб с соусом. Хлеб вкусный, хрустящий, соус островатый за счет перца. Блин, странно, да? Я пришел в рейсинг, говорю, хлеб хороший. Ты что, парень, имбецил? Тут должны быть креветки вкусные, тут должны быть сосиски просто мега сочные. А ты тут хлебом холостаешься. И этому блюду я ставлю, ну, четверку, потому что все-таки акцент тут на лангустинах, а они, к сожалению, вообще невкусные. Ну и как-то покупать это еще раз или советовать вам я точно не могу и делать не буду. Поэтому не тратьте деньги, лучше закажите что-нибудь другое и вкусное. А сейчас мы ждем супер большой бургер, который стоит 1000 рублей и весит 1 килограмм. Ну что, друзья, гость нашей сегодняшней телепрограммы Big Gold Burger с четырьмя котлетами из говядины, двумя хашбраунами, чеддером, луком, которая в карамели, соусом барбекю и социальным золотом. 990 рублей 820 грамм. Тут написано прям вау, кинг-сайз, все дела. Честно, вживую он выглядит намного симпатичнее, чем на фотке. Ну что, больше всего у меня конечно порадовало. Не знаю, отсылочка это к тому, что они меня чуть не убили острой шпажкой или нет. В общем, здесь китайская палочка, которая точно типа безопасна. Может быть, после этого случая они решили во все втыкать китайские палочки. Ну что, давайте разбираться, что мы видим. Мягкая булочка, сыр, карамелизированный лук, бекон, помидорки. И это все у нас повторяется. Вот здесь вот хашбраун, котлетки, котлетки, котлетки. Видим, что здесь все это в сусальном золоте. Все так дорого-богато. И честно сказать, 990 рублей за такой бургер это не очень много. То есть, скорее всего, тут будет тема как с окрошкой. Будет среднее по вкусу. Но забегать наперед я не могу. Давайте попробуем отдельно на вкус золота. Блин, прикинь, на вкус как серебро. Обычно к бургеру подают такой нож с зубчиками, которым удобно разрезать бургер. Здесь же, к сожалению, просто обычный такой столовый нож для совершенно других блюд. Я даже не знаю, как этим ножом разрезать. Блин. Ну, чем я не люблю такие бургеры? Это больше такой фотоаттракцион, потому что, ну, в рот ты его взять не сможешь. Максимум, что сфоткаться. И дальше там дербанивать его по частям. Не знаю, ну, это... Ну, чтобы вы понимали, вот. Он достаточно тяжелый. Реально, скорее всего, около килограмма весит. Давайте возьмем, ну, примерную часть бургера вместе с Хашбрауном. Вот. Вот эта середина. Блин, горячее все такое прям пальцы обжигает. Давайте попробуем все как есть. Двоякие ощущения, честно. Двоякие, потому что, как бы мне не хотелось сегодня их унизить, ответить им, отомстить им, я не могу просто так клеветать. Поэтому говорю как есть. Бургер действительно хороший. Мясо вкусное. Соус очень тоже хорошего качества. Лук единственное попадается здесь. Такой, который сложно откусить. У него, знаете, такая кожура. И это такой большой минус. Хашбраун. Хрустящий. Я вообще обожаю. Драники, Хашбраун и все, что с этим связано. Социальное золото. Ну, естественно, на вкус никаким образом не ощущается. В целом, хороший, качественный бургер с хорошими ингредиентами, хорошей котлетой. И что самое главное, с хорошей помидоркой. Потому что помидорка в бургере это реально топовая тема. Вот что самое крутое здесь. Это карамельный лук. Он здесь приготовлен ну, прям очень хорошо. Я обожаю карамелизированный лук. Особенно в бургерах. И здесь он добавляет эту сладость. Мясо такое, знаете, по бокам прожаренное. Не сухое. Блин, получается, что я хвалю это место, хотя они меня чуть не убили. Это максимально странно, конечно. Но я, опять же, говорю, все рассказываю вам, как есть. Чуваки, ну смотрите, что тут происходит. Ползает. Ползает, короче, муха-насекомая. Ну что, друзья, десерт, как говорит Макс Брандт, награды за еду. Когда-нибудь я что-нибудь свое придумаю. Но пока, так сказать, юзаю выражение Макса Брандта. Ну что, брауни с орехом, пекан и ванильным мороженым. 320 рублей. Выглядит это неплохо. Кусочек брауни прям супер шоколадный. Сверху еще шоколад. Видим орешки. Мороженое, пломбирчик. По запаху. По запаху такой легкий-легкий шлейф шоколада. Мороженое не растаявшее. Это большой плюс. Оно слегка потаявшее, но не растаявшее. И давайте посмотрим, что у нас внутри брауни. Внутри брауни у нас шоколад. Все так же пахнет шоколадом. Давайте попробуем. На вкус, ну, классический брауни. То есть нельзя сказать, что здесь что-то прям сверхъестественное. Просто шоколадный десерт. Там максимально шоколадный. А вот мороженое хорошее. Прям. Есть, знаете, разновидности пломбира. Вкусный. Типа, блин, могло бы быть получше. И, блин, офигенный. Вот здесь он был бы офигенным, если бы сейчас, когда я его кусал, он бы не хрустел бы лед на зубах. Он, знаете, вот это мороженое, которое перемороженное, оно, когда ты его ешь, оно не тает. Оно хрустит у тебя, если ты его начинаешь жевать. Ну, короче, куски льда замороженного, видимо, его несколько раз перемораживали. Блин, когда хрустит мороженое, это вообще самое неприятное. Ну, то есть брауни хороший, мороженое по вкусу тоже. Блин, ну, хрустит. На вкус он нормально, но, но Филис знает. То, что я увидел мошку в бургере, ребят, ну, это вообще прикол. Это, это вообще как-то у меня в голове не укладывается. Ну, посмотрите, понятно, мы сидим в помещении, не натирайся. Окей, у нас открыто тут окна. Как бы там ни было, ты в ресторане не должен получать еду, в которой находятся насекомые. Поэтому, ну, я скандалники устраивать не буду и ничего подобного. Ну, вы сами все видели, как говорится, вам принимать решение. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по той ситуации, которая произошла со мной здесь и стоит ли или стоило развивать больше, форсировать эту ситуацию и придавать этому происшествию больше огласки. На этом, как бы, я считаю, тема с кетчап-бургером для меня закрыта. Сегодня я получил максимальное удовольствие от некоторой еды. Получил удовольствие от того, что я увидел вот эту вот мушку в еде, потому что, ну, чуваки, значит, не все так просто и не все так чисто здесь, потому что, ну, первый раз мне попалась эта острая зубочистка, второй раз здесь мухи в еде, что будет в третий раз, я не знаю, там, креветка оживет, упрыгает, ну, или что-то в этом таком духе. В общем, сегодня я за еду не плачу, сегодня они меня угощают, я их, так сказать, предложение принял. Все, подписывайтесь на мой инстаграм, обязательно следите за мной во всех соцсетях, дальше больше, будут крутые ролики, связанные с фуд-контентом, Александр Жучкин, моего оператора зовут Илюха Попов, если вы такой же классный, как и он, обязательно ставьте лайк, пока!